Вот те, которые питают иллюзии по поводу их красавцев Шендеровича, мне тут люди скинули с эхо Москвы. Я, честно говоря, почитал и охерел просто. Так, так, так. Сейчас я вам прямо прочитаю. Рычубайса. Весь спектр чувств в очень яркое, драматичное, конфликтное время он был политиком. И осуществлял свою политику вполне эффективно. И его именем назван целый кусок ельцинской политики. И так далее, и так далее. И Шендерович говорит, что он избиратель Чубайса. Так, так. Политик Чубайс, да, славная страница. Славная страница политика Чубайса. Это славная, противоречивая, сильная страница истории его биографии. Я был его избирателем. Одним из его избирателей. У меня ревнивое по этому отношению и присрастное отношение к этой фигуре. Ну и так далее. То есть, это вот вам вопрос. Вы меня спрашивали, почему я так негативно отношусь к Шендеровичу и ко всей этой шобле. Потому что я говорю, их не устраивает только Путин. Если бы на месте Путин сидел Чубайс и так же нас грабил, его бы все устраивал. Почему? Потому что, ну, там какие-то личные неприязненные отношения у Шендеровича. Да, он там брал крошку Цахиса или еще там что-то сделал. Путин его не взлюбил. И все. А если бы Путин его возлюбил, как Чубайс, ну и классно было бы. Сейчас плаве шло и все было бы нормально. Поэтому не надо питать иллюзий относительно всей этой шоблы либеральной. Не нужны вам иллюзии. Вы что думаете, они хотят, чтобы лучше было народу, что ли? Помилуй бог. А либеростня уже руки потирает, власть перехватит, жаждет. Ну, вы знаете, для того, чтобы власть перехватить, нужно будет свою голову положить в заклад. Вот. Навальный может это сделать? Может. Может. Мальцев может это сделать? Может. А вот те, кого вы называете либеростней, они могут в заклад свою башку положить? Не могут. Поэтому у них ни одного шанса. Всегда сейчас рассматривайте лидера будущего из того, кто может рискнуть головой. Вот кто может рискнуть головой, тот и будет лидером. Не будут эти лидеры, вот эти вот, кого вы там либеростней называете. Откуда они могут взяться? Как они могут прийти к власти? Сейчас приход к власти будет сопряжен с огромными трудностями. С огромными трудностями. Поэтому и эти трудности связаны с человеческими жизнями. Вячеслав Мальцев, а как вы думаете, Навальный проект Кремля, с какой стати Навальный, которого травят, сажают, брат сажают, будет вот этот проект Кремля. Как они там, новичок ему дают и думают, выживет нормально. И Навальный вот это нафига, да? Ему скажут, мы тебя там будем новичком травить, там то, сё. Если выживешь, то всё у тебя будет классно, да? Вот представьте себе, вот те средства, которые Навальный собирает там с народа, да? Ну, нормальные какие-то деньги, да? Кремль может дать ему больше? Конечно, может. Может дать в тысячу раз больше, потому что это крохи, по мнению Кремля. Ну, вот представьте, у Навального есть финансирование от народа. У Навального есть команда, которую он сам создал, да? И с которой продвигается, и прочее, прочее. Вот назовите мне хотя бы одну причину, по которой Навальный должен сотрудничать с Кремлем. Ну, раньше говорили, чтобы его не убили. А сейчас что сказать? Ну, сейчас, как после того, как он побывал вон в этой шарите, да? Еле-еле откачали, с дыркой теперь ходит здесь. Сейчас что? Прекратите вообще, не надо даже об этом говорить. Это закидывается ФСБшниками всякой мразью. Там несколько групп, которые занимаются дискредитацией приличных людей. Навального, Мальцева и так далее. Мы об этом знаем. В этих группах работают десятки офицеров, блядь, ФСБ. И занимаются бешеные деньги кидать только для того, чтобы нас дискредитировать. Только для этого, больше ничем они не занимаются. У них нет задачи схватить, посадить. Только дискредитация. А тем схватить, посадить или там отравить, это уже совсем другие занимаются. Субтитры создавал DimaTorzok